Очередной скандал вокруг распространения российской дезинформации докатился до Европейского парламента. Крупнейшие фракции хотят включить эту тему в повестку дня своей пленарной сессии в Брюсселе на следующей неделе. Расследование, которое началось в Чешской республике, теперь затронуло шесть других стран Евросоюза — Германию, Францию, Бельгию, Венгрию, Польшу и Нидерланды. Опасения по поводу российского вмешательства в европейскую политику усилились по мере приближения июньских выборов. В центре скандала находится действующий в Праге портал «Голос Европы», который, как показали журналистские расследования, транслировал кремлевскую и антизападную пропаганду, брал интервью европейских политиков, которым за это платили. Человек, который тоже выражал опиние и доказательства антиукраинские. На прошлой неделе в ходе совместной операции спецслужб Евросоюза в Польше был арестован на один человек. В Варшаве и другом городе конфискованы десятки тысяч евро и долларов. Программированы опиние, выводы или другие материалы, которые могли уничтожить в позиции полской на арене международной, уничтожить в Украину и уничтожить в крае Унии Европейской. Это все делалось на пользу Федерации Российской. И это говорит о пиговство, но также о дезинформации. По сообщениям чешской прессы, представитель крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» и реальный претендент на парламентское место Петр Быстрон получил от раскрытой теперь сети 25 тысяч евро за то, чтобы повлиять на общественное мнение перед европейскими выборами. МИД Чехии осудил российскую операцию влияния. В заявлении, полученном Евроньюс от представителей Европарламента, среди прочих говорится, что возможностями проведения расследований по данному делу обладают национальные власти. Но многие депутаты выражают готовность полностью сотрудничать с этим расследованием и на европейском уровне, когда и если их об этом попросят.